Всем привет, друзья! У микрофона Дмитрий Феникс. Это рубрика Первый взгляд, и на ваших экранах игра под названием Defense. Когда-то давным-давно, в том году, я делал обзор на эту игру, весьма неплохой, которую многие оценили, он до сих пор лежит в моём канале, вы можете посмотреть. И на тот момент, на тот период, она вышла игрой платной, и вот недавно игра перешла на систему Free-to-Play, то есть, словно бесплатной, но, как вы видите, в игре существуют, так сказать, платные паки. Не знаю пока, на что они влияют. Единственное, что знаю про эту игру, что она, это единственная, наверное, игра, в которой есть сериал, и вот эта игра. И сериал, и игра, они переплетают линию одновременно, то есть, что происходит в сериале, отражается на игре. Это весьма очень, как-то, по-новому, что ли. Нету ещё, по-моему, таких мошек, которые именно вот так и шли. Итак, мы с вами сейчас в кастомизаторе персонажа, то есть, мы создаём персонажа. Я её запустил вместе с вами в первый раз. Давайте смотреть. Выберите тип нашего бойца. Да. Существует, как вы видите, ещё какие-то игра на английском языке. Повторяю, что она Free-to-Play. Существует, как вы видите, сколько получается люди. И ирантийцы, по-моему, и костианцы. Ну, условно говоря, да. Но мы выберем, например, человек. Как вы видите, они по-разному выглядят, естественно. Мы выберем обычного человека. Дальше идут классы в игре. Здесь описание этих классов, я так понимаю. Первый, это странное название класса. Ветеран. Окей. Ветеран, так понимаю, это такой боец специального назначения по тяжёлому оружию и что-то в этом роде. Ну, по-обычному можно сказать, что это обычный пулемётчик, да? Или, ну да, можно сказать обычный пулемётчик. Второй класс, это Surrealist. То есть, выживающий, что ли, как-то так. Ну, видно, что он со снайперской винтовкой. То есть, возможно, это просто какой-то снайпер, стелс и всё такое. Вот, выглядит, кстати, персонажи довольно очень неплохо по сравнению с... Кстати, в одно время я хотел эту игру и купить. И эта игра сейчас есть в Steam. Но сейчас пока ещё, по-моему, именно в Steam её ещё пока на Free2Play не перевели. Если вы зайдёте на официальный сайт, то там вы скачать можете ихний лаунчер и оттуда загрузить абсолютно бесплатно. Эту игру весит приблизительно около 15 гигабайт. Так, и третий класс, это Outlaw. То есть, какой-то что-то типа на человек, который ходит с тяжёлым оружием, с дробовиками и что-то в этом роде. Вот. Мы уже видим, что у этого класса есть дробовик или что-то на это подобное похожее. И четвёртый класс, это магнетист. Возможно, это что-то типа саппорта. Мы попробуем, возьмём обычного пулемётера, стандартного. Мне, по крайней мере, нравится, как он выглядит. Здесь внизу описано, с чем он ведёт на поле боя. И система боёв, по-моему, здесь должна быть полу-ноутаргетовая. Здесь можно видоизменить. Можно... Давайте попробуем, нажмём Continue. И посмотрим, как видоизменять свой персонаж. Можно. Так, скулы. Ну, например, цифру 1 поставим. Нос. Как видите, кустомизатор довольно очень, ну, так скажем, для 15 гигабайт не такой богатый. Но весьма очень симпатично выглядят персонажи. Маунт. Челюсть, зубы, губы. Сейчас мы изменяем этот. Например, такой. И цвет кожи. То есть вы, если любите за чернокожих парней играть, то можно вот прямо такого сделать. Если вы любите бегать ночью, я думаю, цифру 8 вам точно. Ну, мы, например, выберем такого. Тут даже, видите, можно выбрать голос своего персонажа. Например, вот такой. То есть здесь мы можем проиграть. Он что-то говорит. Перейдём дальше. На глаза. Например, ну, например, такой. Цвет глаз, наверное, да? Цвет глаз, например, такой. Брови, как у Брежнева, нельзя сделать, к сожалению. Ну, например, такой. Не знаю. Цвет волосы. Так, прически. Тоже, видите, 8 штук всего. Не очень большой выбор. О, например, вот так, как в Call of Duty, да? Будем таким парнем, как в Call of Duty. Бегать. Или Криштиану Рональду. Что-то похоже. Борода. Давайте создадим бороду. Растительницы, больше растительницы на лице, чтобы инопланетяне нас боялись. А в этой игре будут инопланетяне. Это именно про то и игра. Детали. Татуировки на лице. О, номер 13. Можно себе прям на лоб фигачить. Можно себе поставить вот такую какую-то непонятную татуировку. Прям на все лицо что-то такое накрашенное. Что-то слезы себе можно такие вот. Такое вот. Это что-то красное на лице. Давайте, например, мне понравилась вот такая. Вот. Еще какой-то добавочный порез на лице. Можно, да, шрам, так сказать, добавить. Вот это, кстати, очень прикольно. Цифра 6, по-моему. Или какая цифра была. Вот. Вот это вообще эффектно очень выглядит даже. Но мы выберем без порезов на лице. Разрисовка на лице. Такого морского котика, да, создать прям бойца. Смотрите, разных. Можно тоже небольшой выбор. Всего 8 позиций, которые могу выбрать. Ну, можно идти дальше. А, нет, это все показатели, которые я могу пока выбрать на лице. Нажмем continue. Возможно, при покупке DLC мы там расширятся наши возможности. Видите, выбор очень разного. Дальше нажмем. Дальше. Дальше. Выберите имя. Выбрали. Нажимаем create. Вы хотите подтвердить и закончить? Конечно, мы хотим. И такая вот симпатичная ролика в игре. Повторяю, что игра пересекается с сериалом. К сожалению, про сериал я ничего не знаю. И для меня, я повторяю, что это первый опыт с этой игрой. Что-то происходит. Мы на каком-то, видимо, корабле, челноке, высаживаемся, я так понимаю, наверное, на землю. Где будут инопланетяне. Анимация лиц довольно очень, кстати, неплохо, неплохо, симпатично выглядит. Пока мне очень все нравится. По-моему, мы куда-то падаем. Ой-ой-ой. Я думал, уже на этом игра закончится. Но, по-моему, мы катапультировались. И с нами должно быть все в порядке. Итак, наши капсулы. Видимо, мы упали. Я понимаю, это же наши капсулы, с которыми мы, наверное, прыгнули. Графику обратить внимание. Она довольно современна. Ну, то есть, на глаз она очень приятна. Какая-то, наверное, девушка, которую нашла. Как же, говорит, открывается эта бич. Да, я жив. Это хорошо. Это говорит о том, что мы удачно катапультировались. Слушайте, с нашим персонажем происходит что-то непонятное. К сожалению, я повторяю, что я не знаком с сериалом. И совершенно не понимаю, кто что это за раса. Кто это? Привет. Это искусственный интеллект. Защитная какой-то система. И она говорит, что нам будет помогать. Итак, игра начинается. Вот так выглядит игра. То есть, она полумо-полушутер. Что довольно тоже интересно. И с одной стороны мы будем, я так понимаю, получать какие-то задания. О, Ctrl-клуб-меню. Тут интересно управление. Что-то я жму Ctrl, ничего не происходит. Хорошо, я нажму правый Ctrl. Тоже ничего не произойдет. Видимо, сейчас идет небольшое обучение. С помощью E мы берем задания. Здесь же, как и мы, мы будем получать опыт и какие-то, возможно, детали. Так. Подтвердить. Откройте M через карту. Ага. Это, видимо, тренировочная карта. Такой тутуриальчик, который весьма... Посмотрите, выглядит очень неплохо. Здесь какие-то эго-рейтинги есть, детали и что-то наш инвентарь. Здесь показано задание, куда нам нужно идти. Очень удобная карта. Давайте попробуем. Посмотри, через Shift я умею бегать. Графика, обращаю внимание, довольно симпатичная. Это... Попробуем. Пух-пух-пух. Да, и перезаряжаться, как в обычном, так сказать... В обычном шутере все выглядит... Ох ты, елки-палки, там что-то взрывается. Все выглядит довольно симпатично и пока мне нравится. Что это я сейчас сделал? Пополнил боезапас. Хорошо, я это сделал. Смотрите. Что-то все горит. Не к добру это, не к добру. Так, дожди. Показывается, что вроде сюда. Тут кто-то есть. Это, видимо, местная фауна мобы. Это где чудовище? Я умею прыгать. Он что, в дереве, что ли? Или он невидимый, типа? Что? Ты что так быстро двигаешься? Так, давайте попробуем. Может, надо третьего убить. А, найдите щит. А, надо Е зажать, смотрите. Нажмите L. Так, это наш, наш, наш инвентарь. Так. Ам-ам-ам-ам-ам. Что надо нажать? Unclick. Ага, я надел на себя щит. То есть он меня будет защищать от ударов. Теперь он говорит, что надо найти оружие. Посмотрим. Я вижу, что лут с мобов есть. То есть лутом как... Ага, он подбирается сам. Давайте-ка лучше побежим вперед. Чтобы не тратить патронов. Весьма очень интересный, согласитесь. Для... Ты кто? Ты кто такая? А это, видимо, какой-то игрок. А, вот он, наверное, это снайпер. Или второй был класс. Это, по-моему, живой игрок. Убить её нельзя. Но мы тогда побежим дальше. Нам нужно идти аж куда-то туда. Вот здесь ещё что-то лежит. Давайте тоже подберём. Здесь я подобрал по трошке. Неплохо. Всё. Смотрите, в них сложно попасть. Скажу, что сейчас я пробую... Попробую взять в руки геймпад. И... Работает. Меню. Да, всё работает. Удивительно. То есть, обладателям геймпада в это будет тоже интересно поиграть. Хорошо, мы побежим дальше. Геймпад у меня от Xbox, так что обладателям таких геймпадов будет, надеюсь, тоже удобно играть. Всё-таки это полушутер, полу-мо. Прикончил. Подобрал. Самое классное, что не надо подходить там, подбирать. Он на самом подбирается. Это очень удобно. Так, что-то я сейчас здесь потыкаю. Найдите... Ага, мне дали пулемёт. То есть, я нашёл пулемёт своего класса. Давайте попробуем. Неплохо. Пулемёт тоже. Ага, на кул, как и во всех шутерах, переключать оружие, что у вас есть в руках. Тоже говорит, очень здорово. Ну, графика неплохая. Ну, по крайней мере, она... С одной стороны, она вроде как-то простая, но она интересная, согласитесь. Давайте побежим, куда нам там надо. Но, с другой стороны, меня оттаргивает то, что это МО всё-таки. Здесь придётся выполнять какие-то квесты. Но есть, так сказать, зоны, где люди проводят друг с другом ПВП, ПВЕ. Но, с другой стороны, посмотрите, это шутер. С открытым миром. Проходить. То есть, именно играть с друзьями, это будет довольно-таки интересно. Самое забавное, на начальном этапе эта игра стоила довольно... Ух ты, опять какой-то игрок. На начальном этапе довольно приличных денег. Потом, я помню, когда на неё была скидка... О, С приседать даже, смотрите, можно. Была неплохая скидка, и я раздумывал её брать. Потом я на неё как-то эту игру забил, и вот она. Свершилась, она стала фри-то-плей. Теперь я могу в неё попробовать и показать вам. Ещё что-то нашли. Мы нашли гранаты. Так, ставим гранат. У меня есть пять гранат. Так, и как ими работать? Угу. Угу. Что-то... Надо поговорить теперь с искусственным интеллектом Эго. Так, что, надо сюда зайти, да? Так, чему-то меня бы шучить. Воу. Опа. У меня есть... У меня есть... Невидимый щит. Или как его назвать? Стелс. И ушёл опять в инвиз. Возможно, у меня что-то тратится на инвиз. Эго-пауэр. То есть... Подождите, а где у меня тут... Вот он опять ушёл в стелс. Меня не видит. Опять ушёл в стелс. Используйте клок и протектов... А, ударьте сзади. Ага, понял. Систему я понял. Довольно будет интересно стрелять со снайперки здесь. Так, опять надо... Ого. Это он мне что-то с руками сделал. Видимо, он использовал какой-то... Так, подождите. Он у меня стреляет. Используй всю силу на щит. Вот сейчас. А давайте попробуем как гранаты. Вот граната. Используй оверчерч. И защите. А, всё понял. У меня скилл такой есть. Он я усиляю свои руки и стреляю ещё сильнее. Но всё-таки это... Ага. Ну, довольно забавно сделано. А, с помощью цифры 1 у меня как-то... Если я сильно зажимаю, у меня появляются какие-то способности. Ага. F. Как видите. Ага. Вот так вот, да? Использовать суперскорость и ударить. Понял. Так, ну, видимо, сейчас способности нашего класса... Крити древа очень здоровые. Надо что-то выбрать из этого. Это что такое? Декой. То есть, прятаться, что ли? Базовое, да? А, это что такое? Оверчерч. Усиление, наверное, тут какие-то. Это... Блэр. Ага. Ускорение. А это... Вот это инвиз. Давайте ускорение возьмём, разблокируем. То есть, видите, оно открывает рядом стоящие способности. Я так понимаю, у каждого класса, естественно, свои способности. Так, а как его использовать? Вы меня не научите? Использовать Е, да? Е, что ли, понимаю так? Что такое респект? Ага. Окей. Сколько мне далек всего? То есть, тут ещё, видите, будет допустим на гиперактивность. Трэчер. Юхи. Напрыгание, возможно, какое-то удары. То есть, как типа, помните, как в Крузисе, суперсилы и так далее. Так, помочь какому-то кассу. Касс здесь. Сейчас посмотрим, работает ли здесь навигация. Да, смотрите, очень удобно она показывает, куда идти. Мы пока находимся с вами на тренировочной зоне. А так, здесь открытый мир. Так, пополним боезапас. Отправимся дальше. Вон он, видите, я поставил туда навигацию. Она мне показывает, куда идти. Очень удобно. Только не понимаю, почему у меня Ctrl не нажимается. Меню. Две экспы за них дают. Смысл у них нет стрелять. Довольно очень забавно их стрелять, я скажу вам. Так, мы подходим к какому-то лагерю. Давайте... А, внизу мы видим полоску желтую. Это наш опыт 100%. В... Вверху что-то типа маны, которую мы используем на... Что происходит? А. Ёлки-палки, надо прятаться. Идём по стелсу. Да, ну вас, нафиг я побегу. Нам нужно помочь здесь этой девушке, мутанке. О, даже, смотрите, есть криты. Довольно, согласитесь, забавно, несмотря на то, что это МО, но стреляем мы всё-таки из пулемётов. Так, нужно вот эту штуку взять. Нет, всё-таки я перейду я на пулемёт. Я вижу, что у них здесь жизнь. Ну-ка, автонаведение включено. Сейчас попробуем с геймпада. Да, автонаведение работает. А, автонаведение с геймпада работает. Это очень хорошо. Но, скажется, мышке привычней. Так. Мне что-то надо сделать с этой штукой. Пока довольно всё легко. Давайте попробуем ускориться. Кинуть гранату. Кидаю. Они, смотрите, пытаются обратно отобрать. А, надо дождаться этой линии. Знаете, у меня с мышки... То есть, с геймпаду работает, и мышка переходит в режим автонаведения. Это вообще очень удобно мне. Надо защищать эту штуку, пока не наберётся. Я так понимаю, это линия там. Видите, они подбегают, пытаются. То есть, если я стреляю в голову, я их сразу убиваю. Так, у меня щит падает. Но я почти это сделал. Знаете, вам гранаты. Вон ещё, чувак, подбежал. Сейчас мы встанем его. Куда, кыш? Ага, щит сам набирается. То есть, если с меня не стреляют, то он регенерируется сам. Катсцены присутствуют. Эпическая сцена, конечно же, с прыжком и со взрывом. Дым красивый. В графическом плане игра неплоха. Спасибо, говорит нам, странная. Впервые вижу, говорит, такого вообще. Как видите, наш герой пока не разговаривает. Хотя, почему-то мы выбирали ему голос. Возможно, будут основные сюжетные линии и дополнительные. Также в игре присутствуют ПВЕ, ПВП, различные челленджи. Ну, в плане разнообразия такого игра довольно... Я читал много всего есть. Так, а мы появились... Сейчас мы посмотрим, где мы появились. Мы появились на одной очередных картах. Здесь какие-то красные, я так понимаю, это инопланетяне. Здесь, возможно... Возможно, возможно, здесь какие-то инопланетяне, которых нам придется защищать, убивать. Так, пополняем сразу боезапас себе. Так, а здесь мне что-то починить. А, наше оружие, смотрите, будет иметь свойство ломаться. Я знаю, что здесь есть крафт различный. А вот, контрол заработал. Здесь мы можем искать людей, магазин открывать. Закроем его. Так, это какой-то черный парень. Но выглядит графически довольно очень забавно. Хотя сейчас, по-моему, блюр включен. Или как эта система называется. Она, конечно, улучшает картинку, но... Все равно выглядит красиво. Так, за задание нам дадут супер-желтый пистолет. Тут оружие можно разбирать. Крафт присутствует в игре. Повторяю, что это моя игра. Это не полный шутер. Но с друзьями в это будет интересно. Здесь есть в качестве маунтов мы будем то ли крафтить, то ли нам будет даваться различное оружие. Различное... То есть, не оружие, а машинки. В эти машинки к вам могут садиться друзья, и вы их можете катать. Дороги, как видите, присутствуют. Возможно, нам скоро дадут... Какой-нибудь... Какой-нибудь транспорт. Все красиво выглядит, между прочим. Так, отправляйтесь на открытую местность. Так, я только не вижу, есть ли у меня показатель выносливости, могу ли я бесконечно бегать. Оба, нифига себе. Да вы уже поболее будете. Идем дальше. Что-то там происходит, взрывается. Мне нравится в плане сюжетки, как она начинается. Возможно, в сериале что-то сейчас и такое происходит. Мы доходим до этого места. А, это, видимо, какой-то был корабль, он упал, разбился. Нам нужно найти выживших в этом транспорте. Так, а если я спрыгну, будет бобо. Ладно, я как скалолаз. Изи. Прыгать здесь, конечно, не очень реально, но все-таки это прыжок, он должен в этой игре присутствовать. Смотрите, какая красота. Лампочки какие-то на грине гигантских. Так, а здесь опять капсула. Мы будем искать это, поймая, выживших, которые с нами. А этот вообще сгорел. И кровь. Так, найдите сигнал по ГПРС. Вот ниггер, который со снайпер, который класс. Ну-ка, он там выслеживает. Там мой штурмовая ИК. Не очень люблю так, в принципе, и снайперок стрелять больше. Большие автоматы люблю. Там что-то взрывается. Нам нужно разведать. Вот уже выстрелы какие-то. Бух. Ну, взрыв красивый. Красивая игра исполнена. И здорово, что она ушла на фри-то-плей. Это хорошие, свои, нет? Что вы здесь делаете? И чем-то она, посмотрите, напоминает... Я играл, когда Star Wars Old Republic, только там именно МО была. И там такие похожие тоже моменты. Но здесь это экшен. Вот, кстати, в таком амплуа, если бы сделали Star Wars, что бы вышло, интересно? Машинка. Как поехать на ней? Возможно, скоро нам дадут такой транспорт покататься. Нормально, там что-то пикает, пикает. А, это игрок. Так, ага. Вот здесь что-то сделать можно. Посмотрим. Supply. Ага, здесь мы можем покупать различные касочки себе. Допустим, я хочу такую. Мне на такую хватает. Ага, Supply. Каждый... Смотрите, снайперская винтовка, которая через 6 минут исчезнет. То есть, какие-то спецпредложения есть. Видите? Либо это крафтить надо, и нужны какие-то ресурсы. Добываем ресурсы и покупаем. Либо просто покупаем. Давайте, как мне вот это купить? Шапочку хочу. Такую. You don't have... А, у меня не хватает. У меня всего 3 900... Понятно. У меня пока денег не хватает. Так что забыли парка по касочку. Так, а здесь что? Локбокс. Собственно, понимаю. Тоже будем чего-то здесь покупать. У меня есть обычная валюта. Премиум, так понимаю, валюта. Или вот это вот еще какие-то материалы. Но, собственно, в игре присутствует крафт. Это 100%. Про это я знаю. Вот, отправляемся дальше, вперед. Искать выживших. Мы все-таки спецназ. Какие-то происходят там взрывы. А, можно просто не держать шиф, а нажимать. Куча солдат. Так, это, видимо, какой-то самолет. Очень все громко у меня в наушниках. Так, там кто-то есть. Люди какие-то уже. Ну, какая-то небольшая баллистика в игре присутствует. Но если есть снайперки, значит, что-то здесь есть такое. Еще умереть не хочет. Ладно, мы обыщем, просканируем вгоревшие тела. Нам нужно именно кого-то найти. Это, как говорится, не то тело. Окей. Бежим дальше. Все разрушено, как видите. Инопланетяне напали, я так понимаю. Действительно, интересно было бы, если в это играть и одновременно смотреть сериал, и одновременно, так сказать, участвовать в этом. Не знаю, зачем я в нем стреляю. Можно не стрелять, они заскриптованы. Вот какой-то игрок тоже стреляет. Давайте его оживим. Попробуем. А, я его тоже... А, он как-то сам стал. Я его тоже могу ожить. Оживить. Еще какое-то тело давайте сканировать. А квесты, как видите, довольно очень простые. Не обязательно знать английский язык. Так, последнее тело надо просканировать. Бежим туда. Не нужно тратить патроны. Они все равно у нас стрелять не будут. Управление довольно очень простое. Бежим дальше. Отбежим куда-нибудь. Где-нибудь здесь прячемся. Ложиться, по-моему, в игре нельзя. Может быть, снайперы могут. Так, это уже по-моему, по мне стреляют. Вон, кто-то на машине там поехал. Это какой-то... Кто-то по рации нам говорит. Так, мне щиты пробивают. Это не есть хорошо. Ну, засранцы. Гранату ловите. Сейчас идет брифинг. То есть, кто-то с кем-то разговаривает. А я пока тут воюю. Блин. Пушка у меня говно. Так, нужно бежать туда. Убегаем, собственно. Так же, как в обычной МО, лучше делать квест, наверное, чем просто фармиться ходить. Но фармиться наверняка придется на каких-нибудь мобах. Это все-таки МО-проект. И здесь придется добывать какие-то ресурсы. Даже можно, я знаю, что здесь можно разбирать оружие. И получать с них ресурсы. И крафтить что-то себе другое оружие. Так, мы куда-то... О, а что такое валяется? Бабло, бабло, конечно, возьму. Так, бежим дальше. Так, мы зашли в какое-то здание. Посмотрите, как переходит все в катсцену. И как это все симпатично выглядит. Не знаю, как это будет, когда мы будем в пати выглядеть. Но довольно тоже будет забавно. Суровый капитан. В общем, речь шла о том, чтобы доставить какие-то медикаменты. Люди и кто-то им там мешает. Снайперы какие-то. Эй, Эйзенхауэр. Эти снайперы бывали ЭМС. Просто парни мутанты. Ты мне скажешь, что эти... ...вы... ...вы... ...милитарные солдаты. Да. И обратите внимание, замечательно то, что речь НПС, они озвучены. На это тоже стоит обратить внимание. То есть они не быстрые какие-то, да? Смотрите, идет как в фильм такой. Как в Старварсе. Черт, наш герой когда-нибудь хоть слово выдавит из себя. Нам нужно позаботиться об этих снайперах, которые не дают перетащить эти медикаменты. Нужно их уничтожить. Скоро. Окей. Мы, возможно, выполнили... О, нам дали зеленую мутантскую пушку. Замечательно. Как мне Эль. Давайте посмотрим характеристики. Три магнет. Какой-то дамаг. Странно, у той дамаг больше. У этой какая-то... Это чем-то зеленой гадостью, в общем, плевает. Это хорошо. Я люблю зеленую гадость. Так. И прицел у нее какой-то другой стал даже. Видите? Что там тыкает? Я тоже потыкаю. А, чинить свое оружие. Ладно, это хорошо. Это здорово. Так. Это все хорошо. Я вижу на карте... Есть какие-то обозначения. Карта довольно очень... О, она еще и туда вниз уходит. Ага. Туда. А потом, возможно, откроются эти зоны. Смотрите, зон очень много. Ой-ой-ой. Слушайте, карта прям такая, я скажу, немаленькая. Ой-ой-ой. Сюда еще все тянется. Ладно. Возможно, еще переходы на какие-то другие локации будут. Ну, выглядит все обалденно круто. Так. Что мы хотим сделать? Ну, например, хотим побежать вон там задание взять. Это надо куда-то сюда бежать. Угу. Вот это, наверное, сюжетка с этой. А вот это, не знаю даже, что это уже дополнительное какое-то задание. Давайте примем. Так. Задание, походу, можно принимать одно, потому что вот эта девчонка, она куда-то исчезла. Я взял вроде не основное задание. Ладно, проверим мой зеленый пистолет, а кто мне стреляет. Побежали. Я все-все жду, когда мне дадут уже какую-нибудь машинку, джипик, чтобы я мог передвигаться уже не на своих двоих. Игра довольно симпатичная. Единственный минус, конечно, это то, что она не на русском языке. Но есть и плюсы. Игра полностью free-to-play. Это очень круто. Блин, 140 метров фигачить. Нифига себе. Возможно, здесь уже и будут какие-то нас мутанты поджидать. Фига знает. А если... Ай, нажму. Ага. Я просто свой инвентарь открою. Автопистолет. Классно назвали. Так, зеленая граната, кстати, одна. Надо было пополнить из запаса. Чуть не посмотрел, что у меня... А где-то брожаются гранаты. Вот у меня скилл есть на ускорение. Опа. Ёлы-палы. Ух ты, нифига себе. Ой-ой-ой. Что-то я как-то... Ой-ой-ой. Ребята, полегче. Смотрите, трое всего, а как они мочат. Ты что это? Вот это, походу... Это мутанты какие-то. Видимо, они против нас. Хорошо. Только мне непонятно, почему эти машины. Наверное, это просто обычные. Жалко. Но что-то в этом роде таких машин у нас будет. Вот. Вот парень поехал на джипе. У нас такое, походу, будет. Ух ты, ё! Гранату. Ё-моё. Да иди нафиг. Я не буду с тобой драться. О! Пришёл мне на помощь чувак какой-то. Чё он делает? Я какие-то подобрал патроны. И, по-моему, то ли деньги, то ли ещё что-то. У меня щит мигает, как видите. О! В голову стреляешь. Короче, бежать нужно. Вот чё нужно делать. Или нет? Чё нужно делать? Это жесть. Как хилки жрать? Как жрать хилки какие-нибудь? Да сдохнешь ты! Что она там только что сказала? Я всё прослушал. Е-е-е. Надо спрятаться. Накопить щит. Щит, видите, как и в Крайзисе сам накапливается. Е-е. Ух ты, ё! Я думал, меня сейчас собьют. Эш. Это ж... Что это было? Так, это мы сделали. Лут мы сейчас соберём, естественно, да? Так. Задание, которое мне нужно, оно находится... Оно находится вот здесь. Ага. Ну, как тут понятно. Вот снайперский рейд, про который она говорила. Ага. И быстрое перемещение есть. Ну-ку, давайте попробуем, как им пользоваться. Ага. То есть я могу быстро перемещаться по локациям, которые я уже открывал. Это очень помогает. Так. Задание наше находится где-то вон там. Я всё жду, когда нам дадут транспорт. Довольно очень большой у нас выйдет первый взгляд. Давайте под... О! Она мне даст дэдболт. Это вроде бы снайперка. Но задой, проверю. Ага. Снайпер находится вон там. Хорошо. А как туда пройти? Давайте пометим. И навигатор нас сам туда приведёт. Ага. Он говорит, вон там подымайтесь. Побежали. Завалим этих снайперов. Снайперов. 120 метров. Расстояние очень большие. И дальше они будут ещё больше. Особенно, когда появится снайпер. Блин, я тоже хочу какую-нибудь бибику. Всего очков. На арене. Возможно, где-то какие-то войны происходить будут. По крайней мере. И там, возможно, будем зарабатывать очки. Так, а если я Escape нажму. Ага. Меню. Социалка. Матч Макет. Сетинг. Дефин Стор. Ядро. Карта. Что такое? Голз. Ага. Сезон 1. Сезон 2. Видимо, по сериалу всё идёт. Как я и говорил. Там какие-то задания оттуда. Ну, по крайней мере, это будет интересно ещё тем играть, которые смотрят этот сериал. Что это? When Movie Roll. Вот так. О! Круто. Я могу сальтуху мутить. Через альт. Вот. Сейчас я открою и заберу патрон. Играла адская музыка. Значит, что-то на меня сейчас будет... Вот так сальтуху. Хопа. Не ожидали. Я умею делать сальтухи. Всем радиации раздам. Да блин, что-то их много опять. А вперёд сальтуху могу? Им вперёд и назад, походу, да. Могу сальтухи делать. О, крит в голову. Это хорошо. Хорошо. Да, сложно в голову, конечно, попадать. Всё-таки с геймпада было бы проще с автонавидением. Здесь они двигаются. Ай-яй-яй. Подождите, ребята. Мне же снайперы нужны. Так, сколько надо убить снайперов? Нейтрализовать всех мутантов. На тебе кулака. Упал, отжался. Блин, их тут много. Так, надо с этим что-то сделать. Ага, заминировать. Тихо, я сейчас заминирую. Не трогай меня. Так, и ждать, пока взорвётся. Ух ты её. Цель уничтожена. Подтверждает. Кто-то там. Так, стой, на месте убивать тебя буду. Ты плохой гад. 9 экспы дают за них. Так, надо ещё вот это взорвать. Ага. Да ёлки-палки. Надо отходить подальше. Чё-то как-то бабахает больно. Сильно. И я тут всё взорвал. Ой-ой-ой. Так не говоришь, что ты сейчас будешь... Ну, видимо, первый босс. Ого. Хорошо. Ё. Они ещё и респауниться умеют тут. Алло, где мой пулемёт? Да мася я! Да уйди с дороги. На тебе в лоб. Блин. Блинский. Сальтуха. А где этот здоровяк? Мне, походу, его надо вырубить. Где эта Годзилла? А, вон она. Там впереди. Гранаты гран... А, его гранатами сейчас закид... Ещё эти дурацкие снайперы, которые меня хотят убить. Они ещё, знаете, кто-то... Ку-ку, ёпта. Ещё неждан будет, смотрите. Ой. Пыш. Так, идём туда. Какие-то ещё панельки есть. Так, а он где-то тут, да? Чем мы так обойдём? Где-то он тут. Или там. Ты где Гверзил-то, а? Он же... Ёлы-палы, а где он? Чё, нейтрализовать ему... Ух ты, ё, вон он. Сейчас мы его обойдём. А ты чё такой толстый? Ух ты, ни хера себе. Ку-ку, ёпт. Ну, с компанией будет это интересно играть. Это я вам гарантирую точно. Потому что вот это вот всё открытая местность. Куча пострелушек. Так, а зелёный кто стреляет? Ага, вон. Вот, допустим, ваш напарник стоит там, отстреливает. А вы там прикрываете из пулемёта. Так, я чё-то там повысил ранг пулемёта. Блин, меня больше интересует где-то с дровя, которого мне надо завалить. Главное, чтобы этот гад его не завалил. Уху! Так. Выполнил. Здорово, да? А! Это был рейд на снайперов. И смотрите, игрок ещё, который рядом со мной прошёл, это и я. То есть в одном этом самом мы получали такую награду. Это очень, кстати, здорово придумано. Нечто подобное я видел в Guild War 2, то есть, чтобы не запариваться на квестах, то есть заходите в одну зону с игроками, и лучше бы в пати заходить. Но можно и без пати вот так вот пройти. Так. Я знаю короткий путь. У-ху! У-ху! У-ё! Нормально! New Freedom Crash Site. Новая освободительная точка, что ли? А, я же могу телепортовать, зачем я бегаю? Давайте быстрым телепортом туда. Есть, да? Так, убрать навигацию теперь с карты. Так, стоп. Вообще убрать её. Ага. Снайп рейд рейд рейд. Ага. Земляной республик кемп. Возможно, будут ещё и другие кемпы. Стоп. Сдавать его сюда, да? Сюда давай, веди меня. Где это? Это здесь. Так, это здесь сдавать надо. Ага. О! Мне дали машинку. Бибику. Нашу первую. Теперь я могу передвигаться быстрее. А, мы видим, что у Бибики есть жизни. Она умеет, по ходу дела, ломаться. И довольно-таки не самая худшая физика для управления. Так, возьмём задание сезона второго. Мы уже перешли во второй сезон, и, возможно, скоро догоним событие основной сюжетной линии. Смотрите, если я венчал не сажусь, то есть свою технику, она куда-то испаряется. Чтобы другой никто не угнал. Ну, такой штуки, я думаю, можно поездить даже вдвоём. Ого, 800 метров. Я понял, для чего вы мне не дали. А вот это что такое? Временной... Триал. Спринт. Что-то там тоже события какие-то происходят, видимо, на карте. Так, ну, мы вызовем Бибику. Он свистит такой, и она приезжает. Это моя Бибика. Садись. А-а-а, я тебя обманул. Поехал. Буду я ещё бесплатно возить его. Ух ты, ё-ё! Ого! 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 У меня есть турбинка. Тётт брифинг какой-то, так. А-а-а, ну, попробуем вот в этого паразита пострелять. А, это игрок. Тогда едем дальше. Уху! Так, по-моему, мы уже подъезжаем к месту назначения. 180 метров осталось. По-моему. Я неправильно еду. Надо было по тому мосту. Надо было навигатор включить. Сейчас мы... Ну, звуки машинки есть. И я сразу обращаю внимание, управление лёгкое, ну... И... Само поведение транспорта довольно-таки не самое из худших. Оно даже забавное в какой-то мере. Так, 130 метров. Походу, сюда. Ой. Походу, сюда. Приехали. Выходим. Так. Так, сюда и сюда. Давайте сначала отправим всё в это здание. Ага, ещё и в это здание надо. Чё-то здесь сделать надо. Смотрите. Они меня не видели. Режим неожиданности. Ку-ку, ёпта. Возможно, можно было... Ух ты, ёпта. И по стелсу пройти. А что мне за эту миссию дали? Мне, по-моему, снайперку дали. Сейчас мы их перебьём, попробуем матьить снайперку. Так, а чё вообще такой-то? Ух ты, ёпта. Ты откуда? Кто? Что? Ты чё, э? Одурел? Тык, свык, а чужой? Ты кто такой-то вообще? Ускорение. А ты попробуй меня поймать. Тихо-тихо. Я делаю задание. Так, сканируем. Так, сюда кто-то идёт. Так, сколько у меня патрон-то? А патрон ещё дофига. Вот чё вот эти бочки означают? Или это хилки? А, это хилочки такие. Ничего себе. Так, время попробовать. Где она тут? Вот она. Снайперку. Любой класс, я понимаю, вы оденете любое оружие. Просто у каждого класса под оружие свои скиллы. Наверное, как-то... Ух ты, прикольно. Ну, а те... Ого, она бьёт на сколько. Хэдшот, ёпт. То есть, смотрите, один прикрывает сверху, другой где-нибудь танкует. Реально, в компании это будет интересно играть. Так, а можно мне пулемёт вместо пистолета? Сейчас, L. Давайте попробуем. Пистолет. Где-то пулемёт. Вот пулемёт. Можно. Смотрите, я буду с пулемётом и со снайперкой. Да, так, чтобы это... Так, магазин надеть патрон. Приближать. Зума. Спаун, отвечу, квиктайм. По-моему, нету. Чёрт, мимо. Хе-хе. Крит-шот. Ван-шот, а-шот. Идёмте дальше. Довольно становится как-то, ну, интересно. Вот реально интересно. Именно будет в компании. Это здорово. Так, а здесь куда идти-то? Ты кто такой, э? А-а-а. Вот что-то отвалилось. Вы кто? На. Ого, я ему даю снайперка прям... Ах, твою мать. Дамажит. У-у-у, суперскорость. Прям варфейс с открытым миром. Давайте-ка наверх побежим. Они тут респаунятся, походу. Вот что-то валяется. Смотрите, лут. Я подобрал какую-то новую пушку. Какую-то странную снайперку. Ай-яй-яй. Как вернуть пулемёт? Стойте, стойте. Вместо этого вот это хочу... Короче, пистолет. Ядерный. Умри. Так, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Сейчас мне надо тут внизу где-то что-то активировать. Вот. Они респаунятся, то есть без остановки с ними сражаться. Значит, это говорит о том, что будут зоны, где их будет очень много. Или какие-то рейд-боссы. Вот это что такое впереди? Это мутанты. Это зоны, наверное, какие-то, где собирается очень много сильных боссов. И туда лучше ходить рейдом. Где он там кричит, сорендер-то? Это где что? О. На в голову. На в голову. На умри. На умри. А, то есть с каким оружием я хожу, то оружие я и прокачиваю. То есть, это из этого оружия я буду еще круче стрелять. Это круто придумано. Очень круто придумано. Нет, ребят, я с вами сражаться не хочу. Я буду паркурить. Сдохни. Так, теперь вопрос. Это где-то здесь, вот. Довольно такая бодрящая музяка играет. Ух ты, нихрена себе. Интересно, оружие ближнего боя есть? Какой-нибудь там самурайский меч? Дуля. Такой. Так, теперь мне нужно куда-то туда. Стойте, это надо за стену, что ли? Давайте по карте посмотрим. Смотрите, куда же надо. Ё-моё. Подожди, это же сам внизу карты. Не может быть. Не говорите мне. Нет. Да вы сейчас пошутили надо мной. Мне проехать надо всю карту туда вниз. Пошмар какой. Давайте тогда, знаете, что попробуем. Пройтись вот сюда. Смотреть, что вот это такое. Так, а здесь что такое? Клиника какая. Давайте до клиники попробуем сходим. Где моя бибика-то появилась? Ага, во. Возможно, потом какие-то апгрейды на транспорт. Я видел транспорт такой большой, джипы всякие возможные. Ага, вот она клиника. Так, чё она? Как она? А, если я умру, я могу здесь респауниться, да? Так, давайте мне патрон. Так, как-то бы пользоваться. Так, hit dark materi base. Ты где, биби? Ага, 7 километров. Это 8 километров езды. Вот сюда. Давайте уже тогда напоследок посмотрим. Ага, потому что первый взгляд уже растянулся. Ну, действительно, это вот как-то интересно, что ли, играть. Давайте съездим туда, посмотрим, что там. А я сбивать их могу? Ага. Так. Здесь куда-то направо. А чё за значки такие? Чё вообще такой-то? Стой. Ку-ку, ёпта. Как ты хочешь, солдер инкамин? Не надо мне тут солдер. А, ё-моё. Это, видимо, тела, которые надо спасать, и что-то за них дадут. Случайное задание, так называемое. Не-е-е. Ещё? Ого. Ну, давайте. Здесь для вас. Светян, мне не видеть первый раз. На тебе в голову. На, в голову. Ну, там чё, бесконечное, что ли? Ё-моё. Так, тихо, надо скорость. А на этом уровень получу уже. Хочу следующий скилл. На, в голову. Куда пропало всё? Э, а чё ещё тут всё? О, с него упал какое-то ружьё, по-моему, или чё это такое? Ого. Дробаш. Так, дробаш мне. Хочу винтовку и дробаш. Давай сюда винтовку, например, вот эту вот. Нет, дурацкая, по-моему. Ну, вон, пусть будет. Вот эту и хочу дробаш. Где он тут? Так, а чё ещё могу вставить? Ничего, да? Скиллы могу вставлять в панели. Как понять, что ещё могу разблокировать? Удар суперский. Увеличивает. А, чтобы я отлетал, уворачивался от пуль. Пробивание стены, зачем? Или это просто усиливение. Джиггернаут. Ну, довольно очень много разных скиллов. А сколько стоит вот это разблокировать? Ага. Ну, давайте. Эго рейтинга. Где эго у меня 42? Видимо, за задание получаю вот эти эго. И... Трачу их на эти скиллы. Надо как отсюда валить. Тут что-то происходит. Так. Где-то там бибик моя. Все что-то бегают там. Тихо. Турбо! Ух-юх. Так. Здесь надо что-то задание на время. Так. Посмотрим, что нужно делать. А, гоночки. Понятно. На каком-то странном транспорте. Попробуем. Да вообще, как нифига делать. Да ё. О, тут ещё и мутанты есть. Вау, вау, вау. Сейчас мы весь все рекорды побьем, так сказать. Вау. Вау. А! Ну, довольно-таки легко, аркадно и разнообразит игру. Финиш. А, турбо есть. Так, и на каком я месте? Сколько я заработал? За это дают и деньги. Икспу ещё. Try again closing. Давайте сходим сюда, посмотрим, что тут. Ну, мир поизучать можно, побегать. Это прикольно. Таких локаций, наверное, очень много. То есть, мы будем как-то по ним перемещаться. А как узнать, где я на карте? Мне бы было бы... Мне бы было очень... Твою мать, так кто-то напал. Лови пулю в голову. Ещё что-то упало. А, детали, на которые, как я и говорил, мы будем... А, крафтить различные пушки. Какая-то вышка. Ещё что, если я припёрся-то? Так, ещё что-то. Давайте-ка валить отсюда. Ну, нафиг. Вот это мощь. Вау. Перезаряжается долго, но мощь. Ого-го-го. Сразу два патрона выстреливать из дробовика. Прикольненько, прикольненько. А давайте ещё на последний посмотрим, что же это за зоны такие с мутантами. Что мы там будем делать? Что нас тут ждёт? Ага. А, её надо уничтожить. Хорошо. Это какие-то такие местного значения эвенты. То есть, как мы видим, внизу сколько оно ещё продлится и... Нет, какой-то дурацкий дробовик. Я уже не хочу этот дробовик. Где мой пулемёт нормальный? Вот он, по-моему. Подожди, подожди, там внизу ещё какой-то пулемёт. А, нет, это снайперка такая-то, по-моему. И чё это такое вообще? А, ну да. Да чё надо? Я убегу. Мэн, две снайперки в руки взял. Сейчас, 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 подождите. Вот он, пулемёт. Всё, гады. Тихо, тихо, тихо! Медик! Это что-то эвенты местного значения, которые происходят случайным образом, но на них мы будем с вами зарабатывать... На них мы будем зарабатывать с вами наш опыт и очки. Ну и деньги. Ресурсы. Со снайперки даже удобно стрелять из режима... А хотя не, неудобно. Интересно, какая-нибудь базука тут есть? А если я вертолёта буду стрелять, не? Вообще, надо стрелять вот в эту штуку. Она какая-то не очень-то и убиваемая, скажу так. За обычное мобо-убивание даёт всего по 3xp. Ох ты, ёё! Это не очень выгодно. Ой-ёй-ёй, по-моему, я сейчас только что умер. А, смотрите, я в режиме умирания могу ползти. То есть, это я управляю сейчас. Self-review, это что значит? А, я могу сам себя оживлять. Это круто. Или кто-то будет на меня подойти. Прикольно. То есть, добивание. Режим может быть какого-то добивания ещё в игре присутствует. Довольно долгий эвент. Teamwork, то есть, тут даже какие-то он дают. Да кто это так стреляет? Почему опять по мне? Народу набежало, видите? Не зря мы тут Будем Сидеть И со снайперки стрелять в эту тёмную материю. Не, но это продлится очень долго. Гранат нету, кончились. У-ху! Сейчас ему так, ну она по уроже так. Надеюсь, я не понимаю, что нужно стрелять в ту штуку. И самое интересное, что я могу это покинуть в любой момент. То есть, мне не надо там куда-то выходить, чем-то заниматься. Ого, это какая-то вообще лазерная хрень. И каска на голове. Тут так взрывает. Ещё народ приезжает. Вот смотрите, сколько нас тут уже. Ого! Какие-то прям черти пришли, прилетели. Откуда они вообще взялись. Но на самом деле, здесь мутанты очень есть больших размеров. Я видел ролики. Прям вообще, я не знаю, как таких прям убивать даже можно. Ну, естественно, нужна будет очень крутая пушка. Так, а что такое? А, это граната была. А-а-а! Сейчас гранат подберу. Так, тихо, у меня щит устанавливается. Сейчас мы запрыгнем и будем отсюда снайперить. Не, пулемёт тащит всё-таки. Снайперка, пока прицелишься, пока это... Да умрешь ты, ё-моё! Чё ж такой живучий? Эти мутанты... Ух ты, нифига, защищают эту штуку. Ну, забавно, согласитесь, всё-таки. А-ну, а-ну, а-ну. Я сейчас взял в руки геймпад. Я скажу, что автонаведение тащит. Жать две кнопки всего. Это, чтобы оно само наводилось, это классно. Но присутствует отдача на геймпаде. Но он всё-таки пытается навестись. Тихо, 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 тихо. Т.е. удержать цель. Да чё он на меня идёт? Кыш отсюда. Я в домике. Мы уже какие-то... Летающие появились. Мир сошёл с ума, это называется. Все в кого-то стреляют, что-то происходит. Ну, всё забавно так. Ого! А чё за большой дядька пришёл? Да, происходит, ребят, полное ванханалия. Вот, что происходит. Кому-то надо отстреливать, стрелять в главную этот дом. Интересно, что дадут, сейчас мы узнаем. Ого, сколько лута. Я пойду всё подбирать, а вы стреляйте. Что это? Как подобрать? Некоторые почему-то лут на ДЕ нажимать, и он тогда только подберёт. Да пошли нафиг! Так, где скорость бега? Вот она. Ух-ё! Ух-ё! Побежим он туда. Жизнь не очень. А ну, попробуй вмазать ему. На! Триндец, он здоровый. Ого! Победили! Смотрите, адский луч, просто сейчас что-то произойдёт. Сейчас мы все взорвёмся, наверное. Нет. Куда-то исчезло, улетело. Так, пока никто не видит, я весь лут соберу. Вот мы вып... Ого! Ну, нифига себе! Вот как можно копить уровень, не обязательно проходить какие-то задания. Смотрите, я на третьем месте в этом мини-эвенте был. То есть, я затащил. Отлично! Элла повысилась. Это говорит о том, что... О! С этого дали суперпушку! Посмотрите, мне дали суперпушку! Что это за пушка такая? Что это? Это дробаш. Зелёный. Оно. Вот это круто, вот это круто. Кандехо. Довольно интересно. Я думаю, лучше на этом, во-первых, взгляд закончить, потому что продлиться это может очень долго. Игра действительно, ну, как видите, поначалу она очень даже доставляет. Оружие много, разного, крафтить можно от шотганов, пулемётов и так далее. Даже вот своя техника есть, система прокачки существует. Как вы видели, классы я вам показал. Такой первый взгляд большой вышел. Всем удачи, всем пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи!